Детки и предки Что? Наркотик или не наркотик в ваш журнал? Как вы его воспринимаете сейчас? Мне кажется, киножурнал это глоток свежего воздуха в плане, скажем, непосредственности детской. Такой вот глоток свежего воздуха юмора. Юмора непосредственно далекого от политики. Потому что мы стараемся снимать киножурнал, поднимать темы, которые актуальны сейчас, да, и в то же время они не касаются каких-то злободневных политических событий, потому что все-таки у нас снимаются дети. И все наши выпуски смотрят с радостью дети, как маленькие, так и постарше, так и взрослые. Потому что мы стараемся все-таки шутить на хорошие, добрые темы. Ну, кому пришла идея все-таки заниматься этим делом? Вторым яролашем, будем говорить, на Николаевской почве. Ну, идея на самом деле пришла от многих людей. Мне в свое время сделали предложение заниматься подобным проектом. Так как мы с Олегом Григорьевичем очень много лет дружим и знаем друг друга, посоветовались и решили вместе заняться этим проектом. Для нас это было что-то новое, что-то интересное, окунулись. Но, честно говоря, вот я проговорил, что это как наркотик. Чем глубже занимаешься, чем больше занимаешься этим проектом, тем он интереснее, тем больше открывается границ у него. Нет предела совершенства. Да, нет предела совершенства. Если вспомнить Грачевского и яролаш, то они вышли на какой-то определенный творческий уровень, когда их уже пригласил там первый канал. Они снимали до этого пять лет. То есть вот они снимали что-то, пробовали какие-то фитили, какие-то юмористические сценки. Но это еще не было, скажем, тем ярлашем, который мы воспринимаем сейчас и который мы знаем и любим. Вот так кажется, ну и мы сейчас на своем опыте убедились, что качество приходит с годами, с практикой, с опытом. Мы сняли один сезон, второй сезон, третий сезон. И мы понимаем, что с каждым сезоном и дети наши лучше играют, как актеры. Нужно не забывать, что снимаются дети, которые не есть профессионалы, которые даже не занимаются в студиях. Они просто пришли с улицы. И у них есть возможность сняться в кино. Мне кажется, это и есть главный ключевой момент, что каждый может попробовать свои силы. Возникает вопрос, конечно же, у всех. Да, там проект коммерческий. Но вы понимаете, да, в реалиях, в которых мы живем, какая машина работает над созданием одного выпуска киножурнала. И если мы начнем перечислять, скажем, в том формате, как мы делаем, а если брать уровень гораздо выше, то задействовано, только в нашем процессе задействовано более десяти человек. Конечно, эти люди взрослые, они специалисты своего дела, и им нужно кормить семью тоже и детей. Поэтому проект коммерческий. Если бы государство финансировало проект детское кино и сказало, ребята, вы такие хорошие, вы столько сняли. Давайте мы вам дадим финансирование и снимайте детское кино. Ну, вы понимаете. Этот разговор мы продолжим, но вместе с клипом, который вы принесли, где вы постарались объединить, как вы работаете, как вы живете эти три года в этом проекте. Это наш первый сезон. Это как раз первый сезон. Клип в самом первом сезоне. Ну, тем более, тогда это интересно. Давайте смотреть, а вы комментируйте, пожалуйста. Пошли. Детки и предки. А сценарий можно получать хотя бы за пару дней? Можно, но нельзя. Детки и предки. Детки и предки. Исполняются мечты. Мы покажем вам кино, с нами будет вам смешно. Громко хлопаем в ладоши, нам с друзьями повезло. Светки и предки на экране, сами зрителям они. Вместе мы в кино снимали, дети и родители. Всеми созоветели в этом зале. Чертность обязательно пусте. Мы в процессе съемок ближе стали. Нас объединяет свет. С разных артистам комплименты. Всюду слышны возгласы на рис. Не стихают вам оплодисменты. Жизнь кино, кино вся жизнь. Мы покажем вам кино, с нами будет вам смешно. Громко хлопаем в ладоши, нам с друзьями повезло. Детки и предки на экране, заявители нам они. Вместе мы в кино снимали, дети и родители. Ну и не смешно. Не смешно. Вообще не смешно. Вот так вот мы. Вот так вот. Что вы делаете для того, чтобы было смешно? Мы придумываем, да, мы делаем иногда эти, как это, творческие, как это называется, когда все думают вместе, что мозговой штурм. Да, мы собираемся в одном помещении и начинаем, вот придумали тему и начинаем ее развивать. Все вместе? Ну не все, выпускники. Ну Олег же вот сценарист все-таки, режиссер-сценариста. Так он... Ты отвечаешь все-таки за какой-то каркас или же что-то? Есть идея. Конечно. Есть идея. Идею стоит. Все расписываю я. Идеи иногда приношу я, а иногда я звоню и говорю, Леонидыч, я уже не могу, ничего не лезет в голову, давай что-то думать. Он говорит, у меня есть знакомый, у него есть такой самолет классный, старый, как этот самолет? Ан-2. Ан-2 говорит, давай на самолете снимем, говорит, серию про пилотов каких-то, вот, веселых. Ну а бензин тут сразу скажет, дай бензин на это. Ну мы не летали, но тем не менее для нас его запустили. Для нас его запустили, да, мы в нем снимали и довольно веселый выпуск получился. Ну, мы этот фильм давали на конкурс короткометражных фильмов киевский, и он занял третье место по Украине. Третье место, да? Ну, в принципе, наши серии в основном, очень часто на конкурсах занимают первые места. Ведь фестиваль, который проводит господин Мохотин, «Золотой ключик», и мы были, когда они начали заниматься направлением кино и телевидения, мы были первыми, кто взял гран-при «Золотой ключик», это был Николаевские дети, это был киножурнал. Это был первый у них фестиваль, да? Первый фестиваль, нет, это был фестиваль не первый. «Золотой ключик» это был первый. Да, все правильно, да, это был первый «Золотой ключик». И мы взяли с нашими выпусками, которые мы снимали, с нашими детями мы взяли гран-при. И были, в общем-то, довольно... И тогда у вас с ним, с этим фестивалем будем, с Мохотиным, и с фестивалем завязалась вот такая дружба. Нит, так сказать, постоянно. И мне даже кажется, что вы оказались вот той стартовой площадкой у нас в Николаеве в области, которая позволила теперь Мохотину проводить эти фестивали. Вася Флущун старается так сделать здесь, у нас в Николаевской области. Есть поддержка руководства в области или нет? Ну, идея начать фестиваль в Николаевской области исходила от меня. Я лично предложил провести у нас в Коблево. Но так как это все было скоропостижно, было очень... Скоропостижный фестиваль, скорополительный. Да, то есть у нас по времени было очень мало времени на подготовку. И было очень тяжело. Конечно, спасибо нашим властям областным, губернатору, замам. Огромное спасибо. Управлением по делам семьи и молодежи Димитров, нас Димитров, извините, поддержал очень сильно тоже. Управление областного. Артём Свистун, это директор Русского театра, нам дал тоже плацдарм, платформу для проведения конкурсов. Ну, кто мог, тот помог. Огромное спасибо, поклон до земли. А вот как получилось, что на этом фестивале вот такие представительные личности, фамилии, которые вообще где-то, ну, просто здорово, что они присутствовали на этом фестивале. Это авторитетно, это здорово и интересно. Ну, дело в том, что Александр Мохотин занимался раньше кинофестивалем «Бригантина», который имел очень большое финансирование и брал тендеры, и всё. Опыт у него есть. Очень большой опыт, и, естественно... Брал тендеры на тендре. Вот добраться бы нам до тендеры. Да, дело в том, что очень много фестивалей на данный момент, которые посвящены и киноискусству, и всё, но они очень какие-то завуалированные, тихие. Почему я и сказал «тендер» взял? Ну да, они тихие в том плане, что у них есть либо очень большие, либо пафосные, да, как Одесский кинофестиваль, да, очень. Либо вот фестивали, для детей это фестиваль пафосным сделать сложно, потому что, как бы, все понимают, что детское кино пока не достигнет определённого уровня технического, да, в техническом плане, оно не будет иметь такого широкого, широкой аудитории. Я объясню, почему. Потому что, ну, вот то, что мы снимаем, да, это зачаточки такие, да, начальная стадия, потому что без финансирования кино не будет. Никакого кино... Потому что, что я рассказываю, все знают прекрасно бюджеты, за которые снимаются фильмы. Даже бюджеты дешёвых сериалов, да, на них тратятся от трёх до четырёх тысяч долларов на одну серию. И это мы говорим о простом маленьком мыле. А если мы говорим о большом кино каком-то, да, полнометражном, то, конечно же, этим должны заниматься. И мне кажется, рано или поздно-то на это обратят внимание. Потому что этот момент, как бы у нас, на мой взгляд, ну да, мультфильмы начали снимать, да, Кажумьяку снимала, да, мультфильм вот выпустили мы. Да, очень хорошо. В Украине большой. Мы этот разговор дальше в этой передаче продолжим. Но у меня сейчас, у меня рояль в кустах. Как вы попали в Тунис? Вы недавно вернулись из Туниса. Чего вас туда потянуло? Как это случилось? И что вы оттуда привезли? Говорите. Это тоже, как бы, моя идея снимать кино не только у нас в Украине, но и за границей. То есть совместить приятное с полезным. Каждому захочется поехать, посмотреть на какие-то достопримечательности, отдохнуть на море. Вот. И, исходя из этого, у нас есть наш партнер, там, турфирма, с которой мы общаемся. Они нам предлагают, куда можно недорого поехать. Естественно, нам предлагали в этом году Турцию. Я сидел, говорю, ну, Турция уже неинтересна. Нет, ну, как бы, она интересна. Вот. Но хотелось бы что-то диковинное. Говорит, Тунис. Экзотическая. Я там не был никогда. И звучит Тунис, Тунец. Где это находится? Вы даже в сюжете высмеяли, что туристы едут в Тунис. А он говорит, а я говорил, не в Тунисе, а в Тбилиси. Но в Тбилиси не новится Тунец, а где-то все-таки в Средиземном море, в море возле Туниса, там ловится Тунец. Так что давайте сейчас... Туниси могут принести и Тунца. Вы же принесли небольшой сюжет. Давайте его посмотрим, а вы его комментируете. Давайте сюжет. Это у нас прогулка была по Сахаре. Небольшие отрезки ставил наш монтажер. А здесь уже мы видим съемку серии. Олег Григорьевич, напомните, какая серия? Это облик уморали. Облик уморали, да. Да, суть серии в чем? О том, как, в общем-то, наши туристы попадают в отели, вот эти переели, отравились сразу в первый день, ну, как обычно бывает, да, с людьми во время отдыха. Ну, вот у каждого, как сказать, каждого постигло свое, скажем, небольшое... Это вы... ...недоразумение. А вот видите, это наша традиция... Это вы разыграли все, да? Да, это наша традиция, да, собирать еду во время в ресторане, да, когда вот наши туристы отдыхают с собой, на вынос. И вот мы высмеяли этот момент, вот девочка одна собирает еду, ну, так сказать, чтобы потом покушать, а младшая сестричка говорит, а запить. Вот так вот. Да, и налила пакет, да, водички. То есть мы вот... А вот, а, это у нас отель-бассейн, но такой кусочек небольшой, это про нашего горе-туриста, который перепутал Тунис в Тбилиси. Вот, нет, это не Влад, но Влад у нас отдельно. Это мы снимали, да, на корабле. Хотелось нам морской темы, конечно же. Все, человек... Ну что, а ну скажите мне, вот сейчас же мы сидим в самой такой жаре, в самом накате жары, где жарче, в Тунисе или в Николаеве? У нас. Правда? У нас жарче. Такое восприятие? Нет, воздух, там же море все-таки, морской воздух, он... Ну а рядом пустыня песка сколько? Нет, 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 мы были в пустыне, мы были в Сахаре, там совершенно другая жара. Абсолютно, она переносимая. Не настолько вот, насколько у нас выходишь, и нас просто как из-под линзы спаливает солнце. А там абсолютно переносимая жара. Да, там мы все понакупали себе кто балдахины, кто себе... Мне кажется, они сейчас гораздо актуальнее у нас. Да, я так думаю, что то, что я привез в Тунис, я буду скоро носить здесь, потому что жара неимоверная. Ну скажите, вот ваше впечатление об этом государстве такое, все-таки же интересно, не так часто кто-то там бывает. Каждый, ну-ка вспомните. Очень круто. Очень круто. Как вам? Мне очень понравилось. Общее впечатление понравилось. Понравилось то, что в принципе страна, не сказать, что она там очень богата, да, и так далее. То есть они там четвертое место занимают у нас по оливкам в мире, они гордятся этим. Хотя, собственно говоря, они и живут за счет, собственно говоря, там оливок. Рыба, оливки, у них туризм процветает, чего у нас нету. То есть многие страны довольно-таки бедные, они процветают очень хорошо за тот счет, что мы едем отдыхать в ихние страны. Страна очень похожа на Украину по своим мусорным ямам. Я вам хочу сказать, мусора там очень много. А дороги? А дороги хорошие? Дороги идеальные. То есть дороги, там за дорогами следят. Но они в основном платные. Да. Дороги платные. Есть бесплатные дороги, но они хуже. И нам так гид и говорил, что хотите ехать хорошо, платите. В среднем, если я не ошибаюсь, что-то около трех-четырех долларов. Там все зависит от расстояния, конечно. Нет, нет, нет. Там получается один доллар проезд в основном и меньше. То есть это для автомобиля идет чуть-чуть меньше доллара проезд. А для автобуса два... Ну, не только об этой поездке, а вот вообще в принципе. А ну-ка вспомните вы вдвоем, дорогие руководители этой студии или этого журнала, будем так говорить. Менеджеры, как мы можем уже сейчас вас по-современному назвать, да? Я бы сказал продюсеры. Тут вспомните какие-нибудь такие случаи с ребятами, с вами, когда навеки запоминается и улыбка до ушей. Ну, я вот сразу на случай последняя серия Бедафон. Вот она сидит актер, юный. Я первый раз не мог помогать даже в съемках, потому что я просто смеялся до слез. Влад, расскажешь, что произошло? Расскажи. Расскажи. А то сидит наш актер. Ну вот, видишь, дошло до себя. Рук на его лицо. Возьмите, пожалуйста, операторы. Крупно. Рассказывай. Ты рассказывай. Да, мы снимали серию Бедафон. Я был в главной роли. Мы снимали на советской. Каштаново-мышкове. А что ты придумал? Что ты изобрел? Бедафон? Да, Бедафон изобрел там. Что он делал? Кладывал там. Управлял людьми там. Как он выглядел? Завоевать мир хотел? Ну, как мигалка. Ну, в руках. Это что такое? Почему ты не принес сюда? Мы посмотрели бы. Как же так? Бедафон брали в аренду. У нас будет вторая серия сниматься, продолжение Бедафона. Вы обязательно увидите. Суть в том, что сумасшедший профессор изобрел приспособление. Да, мы решили высмеять айфон, есть, а тут Бедафон. И вот он изобрел, и с помощью этого средства влияет на сознание людей. Злой Вундеркинд. Да, злой Вундеркинд. И вот Влад играл этого мальчика, злого Вундеркинда, собственно говоря, который был же потом своим изобретением и наказан. Влад, расскажи о тех детях, о тех ребятах, с которыми вы играете вот в этом журнале. Кто они, что они? Расскажи, что ему интересное, что мы представили. Кто вы такие есть вместе с этими ребятами? Расскажи. Расскажи, пожалуйста. Нет, дело в том, что у нас всегда есть что вспомнить, что рассказать. Вы говорите, вот расскажите воспоминания, историю. И как говорил уже Леонидович, мы ездим. Мы регулярно с киножурналом ездим снимать. Начинали мы снимать в Болгарии. Пять выпусков позапрошлом году сняли в Болгарии. Потом мы поехали в Грузию. Нет, нет, нет. Поэтому мы поехали в Прагу. А, в Прагу, да. Прошу прощения. Были в Праге, в Дрездене были. После этого мы съездили удачно в Венгрию. А вот после этого у нас был... А, да, был Будапешт, а потом мы... В общем-то, очень интересная у нас была поездка. Нас пригласила грузинская, украинская диаспора в Грузии посетить с официальным визитом детей из Батуми. И мы собрали наш киножурнал, отправились в Черноморск. И оттуда на пароме двое суток мы шли со всеми детьми на пароме, со детьми, со взрослыми, шли на пароме в Батуми. И вот на этом пароме мы сняли четыре выпуска. Четыре выпуска о моряках, о ситуациях на море. В общем-то, вот... Одна из серий как раз заняла Гран-при. Да, одна из серий Гран-при заняла в Киеве. И когда кто-то из довольно именитых режиссеров в Киеве увидел этот выпуск, он говорит, а вы на зеленке снимали? Мы говорим, да какая зеленка? Это море, открытое море, это реальный паром. То есть нам не верили, что мы в открытом пароме снимали. Нам не верили, что мы реально на пароме снимали. Ну, может быть, за зеленку вы снимали? Имеется в виду доллары? Нет, нет, нет. Он думал, что мы снимали. Алексей Григорьевич просто конвертировал это слово «рил» в слово «зеленка». То есть ему так это понятно. Легко переходим на последний сюжет. О том, что вы будете делать нарезка. Следующий сюжет, пожалуйста. Следующий сюжет это то, что будет у нас в презентации 24 сентября в кинотеатре «Родина». Это отснято из серии. Давайте я скажу так больше. 24 сентября в 9.00 в кинотеатре «Родина» состоится премьера 4 сезона киножурнала «Детки и предки». Мы покажем 13 новых выпусков. Билеты на просмотр можно приобрести в досуговой кассе. Поскольку мы арендуем кинотеатр. Это я уже переключаюсь. Арендуем кинотеатр. Естественно, вот мы снимали с нашими пожарными. Выпуск пожарных очень интересный. Совместно с МЧС они нам помогли. Вот он такой поучительный. Серия называется «Ритуальный цикл». Да, поучительный о пожарных. А это вот выпуск о ярмарке в школе. В школах часто проводят ярмарки. Вот мы провели юмористическую ярмарку, в которой дети наказали у директора школы за его плохое поведение. Это у нас «Ограбление мафиози» происходит. Такой выпуск называется «Ограбление по...» А вот и Влад наш, который с нами... Сыграл Вовочку. Да, сыграл здесь, скажем так, Вовочку, который пришел на день рождения и буквально за минуту перевернул вверх дном весь дом. Вот. Очень многое в этом сезоне. У нас снимается более ста детей. То есть, мне кажется, этот сезон мы побили все рекорды по количеству, скажем так, участников. А это вот у нас был выпуск, такой снимался, «Охота на мальчиков». Да? Да. В классе нехватка мальчиков была, и девочки решили начать охотиться на мальчиков. И с таким, собственно говоря, успехом, да, набрали себе мальчиков интересных. Все это вот в таком веселом, веселом духе. Конечно, у нас всегда еще проходит процесс монтажа, да, озвучки. Вот, кстати, вот у нас Вундеркинг. А вот этот бедофон наш, да. Бедофон. Кстати, вы увидели бедофон, да. Вот, вот этот выпуск. Снимай, снимай, снимай. Так, покажите его через... Вот он, вот он, вот он. Да. Вот это у нас Влада Инисенко. Вызывал у людей массовый психоз тем, что наводил на людей чары, и они не ведали, что творили. Вот так я бы сказал. Кстати, уникальное применение съемки на скейте. Скейте. Да. То есть мы... Вместо рельс мы использовали обычный скейт. В общем, насколько я понял, вы, так сказать, в самом-самом соку своей творческой работы, да. Наше время закончилось, поэтому я вам желаю творческих успехов, и с большим удовольствием, если бы вы сделали подборку ваших сюжетов, лучших сюжетов, мы бы показали у нас на телевидении. Мы с удовольствием это сделаем. Рады же, да? Конечно. И приглашаем вас на премьеру, лично передадим пригласительный. Приходите, посмотрите, потому что вот здесь мы кусочками все смотрим. Надо все воспринимать, как говорится, с целостной картинки. Спасибо за приглашение. Придем обязательно, посмотрим, и потом все вместе сюда придем, и обо всем этим расскажем. Спасибо вам. Спасибо. И вам спасибо, телезрители. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова